Как научиться вязать крючком? Сегодня по вашим просьбам мастер-класс для тех, кто ни разу не держал в руках крючок. Крючки бывают разные. Сегодня я не буду об этом рассказывать. Расскажу в следующий раз. Просто самое начало вязания. Я училась вязать по журналу. Это было очень давно. Не то, что ютуба, видео и всяких мастер-классов не было. Таких журналов-то было очень мало. Просто нереально достать их было. И вот так я самостоятельно научилась. Сначала я держала крючок вот так. Я знаю, что многие сейчас держат. Так, это называется, по-моему, держать как нож. Вот знаете, я сейчас уже отвыкла. И поэтому мне кажется очень неудобно. И так. Ну, вяжутся вообще-то. Но многие, кто вяжет так, привыкли вязать именно так. И, конечно, если давно вяжут, то и переучиваться не стоит. Это не важно, как вы держите крючок, лишь бы результат был. И вот в некоторых случаях такое вот расположение пальцев бывает даже удобным. Я держу крючок вот как ручку. Таким вот образом. Ну, опять же, многие так держат. С чего мы начинаем вязать? Начинаем всегда с первой воздушной петли. Ее можно... Я вот знаю, по крайней мере, два способа, как формировать. Можно так вот колечко образовать ниткой вокруг пальца. Вот эту нитку расположить таким образом. И крючком ее вытянуть вперед. Вот это первая петелька. А дальше уже идет цепочка воздушных петель. Придерживаем эту петлю. Подхватываем. Сначала у вас, возможно, неловко будет, не получается. Но тренируйтесь. Это очень быстро. Подхватываете рабочую нить крючком и протаскиваете через эту первую петельку. Вот у нас уже начало цепочки есть. Любое вязание начинается с цепочки воздушных петель. Вот эта первая петля, которую мы формировали, она обычно в счет не идет. Подхватываем рабочую нить. Протаскиваем через петлю. И сейчас я вам покажу второй способ формирования начальной петли. Я так вот просто беру ниточку, крючок и таким вот движением, вращательным, формирую первую петлю. Еще раз повторю. Вот первая петелька готова. Она еще не закреплена, поэтому может так вот раскрутиться. Поэтому надо ее пальцем придерживать. Так, надо, чтобы нитка была вот здесь, а хвостик у нас свисал. И вот так я крючу крючок и сразу подхватываю рабочую нить. И вот первая петелька уже готова. Отсчет начинаем от этой петельки. Подхватываем рабочую нить, протягиваем, провязываем. Подхватываю рабочую нить и провязываю. И дальше уже вяжем, как нам надо. Можно обычно замкнуть в кружок, в круг. Обычно круг начинается с шести петель, если не оговорено по-другому. Крючок втыкаем в первую петлю, подхватываю рабочую нить и вот уже можно вязать по кругу. Сегодня освещение какое-то плохое. Так, дальше вяжем в зависимости от рисунка, от того, что нам нужно, столбики с накидом или столбики без накида, но это уже другая история. Давайте начнем вязать прямое полотно. Я вам советую начать вязать с прихватки. Свяжите прихватку. Как ее начать? Все я показывать не буду, но покажу, как начать. Итак, формируем первую петлю, подхватываем рабочую нить и вяжем цепочку воздушных петель. на такую ширину, какую вы хотите или впоследствии для изделия, какая нужна по описанию. Чем удобен крючок, то, что я никогда не рассчитываю по плотности, сколько нужно петель набрать, сколько столбиков провязать. Я вяжу длинную цепочку, длиннее, чем нужно, и потом начинаю вязать рисунок и, допустим, на какой ширине мне нужно остановиться, я останавливаюсь. А этот хвостик всегда можно отрезать. Вот я связала такую цепочку и начинаю вязать первый ряд столбиков, допустим, без накида. Я втыкаю крючок. Ну, здесь вот одна петля будет как для высоты ряда, но можно связать одну воздушную петлю для высоты ряда. Одну пропускаем и в следующую я буду вязать столбики без накида. То есть, я втыкаю крючок, подхватываю рабочую нить. У меня две петли на крючке. Я захватываю снова рабочую нить и провязываю до конца. Первый столбик готов. вот этот и этот образованный воздушной петлей. Дальше снова втыкаю крючок в следующую петлю, подхватываю рабочую нить, вытаскиваю. У меня две петли. Подхватываю рабочую нить и довязываю до конца. еще один столбик прибавился и так до конца ряда. Втыкаю крючок в петлю, подхватываю рабочую нить, две петли, снова рабочую нить и довязали до конца. И так я вяжу до конца ряда. Когда мы вяжем первый ряд столбиков и впрочем последующих, очень важно провязывать столбик в каждую петлю вот этой цепочки и не вязать по два столбика в одну цепочку. Если мы не хотим ни расширить, ни сузить полотно. Потому что если мы вот провяжем в эту воздушную петлю второй столбик, у нас полотно расширится, оно все исказится. Если пропущу одну воздушную петлю, не провяжу, то у меня опять будет сюда выгнется. Эти приемы мы используем когда нам нужно, но когда хотим связать просто ровно полотно, вяжем в каждую воздушную петлю по одному столбику. Или с накидом, или без накида. И вот в последнюю воздушную петлю я провяжу еще один столбик. Один ряд связан. Сейчас я выполню одну воздушную петлю для подъема на второй столбик. И снова точно так же буду вязать столбики без накида. Сейчас уже столбики без накида предыдущего ряда. Я втыкаю крючок в столбик, вытаскиваю рабочую нить и второй раз подхватываю рабочую нить и через две нитки протягиваю. Все точно так же. Подхватываю рабочую нить, две петли, подхватываю рабочую нить, столбик провязан. Я здесь хочу еще отметить, что столбики можно провязывать тоже по-разному. Вот сейчас я вяжу, вот смотрите, здесь у вот этого столбика две половинки. Вот это задняя петелька и передняя. Сейчас я вяжу за обе. Втыкаю крючок, вот если сюда допустим, то у меня подхватываются, видите, обе половинки. И получается такое плотное полотно. Есть узоры, когда вот сейчас популярная резинка крючком, когда нужно вязать только за заднюю половинку петли. Вот эту я, это не участвует у меня, я так вот не втыкаю, а вот только за заднюю половинку. И все точно так же. Я вытаскиваю нитку две петельки. Снова рабочую нить, одна петля. Гораздо реже, но бывает, что мы вяжем столбики за переднюю стенку. То есть вот не за заднюю, не за две, а за переднюю. Точно так же подхватываю рабочую нить и провязываю. Сейчас хочу еще показать, как вяжется столбик с накидом. ряд для столбиков с накидом, ну или допустим вот вязали столбики без накида, без накида потом начали вязать столбики с накидом. Для подъема нужно уже не одна петля, а две, вернее даже три. И как мы вяжем столбик с накидом? Накид, крючок ввожу в столбик предыдущего ряда или в воздушную петлю с начала вязания, подхватываю рабочую нить, у меня три петельки вместе с этой, я подхватываю рабочую нить, провязываю через две, подхватываю рабочую нить, еще через две, вот столбик провязан. Повторю еще раз, накид, втыкаем крючок как всегда, подхватываем рабочую нить, три петли, протягиваю рабочую нить через две, еще раз через две, так вяжутся столбики с накидом. Существует еще несколько видов самых столбиков, я покажу самые распространенные, на самом деле их, конечно, больше, это я вот для высоты ряда еще воздушную петлю, это, допустим, полустолбик, я выполняю накид, втыкаю крючок, подхватываю рабочую нить, и у меня три петли. Если бы я вязала столбик с накидом, я бы провязала через две, потом снова через две, а в случае полустолбика я провязываю все три петли за один прием. Итак, повторяю накид, втекаю крючок, подхватываю рабочую нить, и провязываю все петли за один прием. Вот такие полустолбики. Они выше столбиков без накида, но ниже столбиков с накидом. Вот столбик с накидом видно, что он выше, чем этот столбик. Есть также столбики с несколькими накидами, допустим, двумя. Выполняем два накида, втыкаем крючок, подхватываем рабочую нить, вытаскиваем крючок, и сейчас попарно провязываем петли. Раз, два, три. И сколько бы у нас накидов не было, бывает очень много, некоторые даже, не знаю, даже 15, но это очень редкие рисунки. Мы всегда провязываем по две петли за раз. Вот, допустим, столбик с тремя накидами. Раз, два, три. Три накида на крючке. Втыкаю крючок, подхватываю рабочую нить, и вот у меня сколько петель на крючке. Я провязываю каждый раз по две. Две, две, две и две. Ну, вот, самые основы. А вы пока, вам советую связать столбиками с накидом прихватку, то есть, просто вязать несколько рядов, ну, допустим, ее сделать квадратной. Что здесь приятно, что петли, как при вязании спицами, не надо закрывать. Вот, связали сколько угодно рядов, можно отрывать нитку, закрепить ее, чтобы она не распустилась, и готова. Если, конечно, мы не хотим обвязать еще, но обвязка это для красоты. Ну, вот и все об основных видах столбиков, о методах, как провязывать столбики, как держать ключ, рючок, какие будут вопросы, задавайте.